На пятом году жизни программа «Автостоп» наконец-таки подросла. Она и должна была подрасти. Ну и мы росли вместе с ней. И вы знаете, как это не горько осознавать, но мы немножко выросли за рамки обычной автомобильной передачи. Да вы сами это заметили. Мы ездим за границу за свой счет и не только. Рассказываем о полезных вещах для вас, для вашего автомобиля, для вашего желудка. Ну и так работаем. Работаем, а не продаем то самое эфирное время, которое с таким удовольствием вам навязывают остальные телевизионные радиокомпании. И сегодня мы поговорим о проблемных вопросах, а также немножко будет и американского, чисто американского звука. Магнитка – самый дорогой город в России. Почему я так утверждаю, есть на то причины, об этом чуть позже. А сейчас к сути проблемы. Раз магнитка дорогая, значит и зарабатывать здесь можно большие деньги и быстро. Как, на чем, да хоть на чем. Вот, например, на автомобилях. А вот чем это оборачивается для тех, на ком зарабатывают, об этом в следующем сюжете. Скажем только, что мойка в нашем сюжете будет стоить 24 тысячи, а шиномонтаж 17 тысяч рублей. Эти самые сервисы мы не можем вам показать, так как, скажем честно, не желаем какой-либо конфронтации и разговоров. Вот этот типа хорош, а вот этот нет. Это проблема глобальная. И это задача менеджеров и мастеров. Задача не допускать косяков и обидных повреждений машин клиента, автолюбители, интересы которого и призван защищать автостоп. Знаете, у нас очень интересная история. Это еще раз доказывает о том, как нельзя доверяться большим рекламам красивым, вот, и нельзя вообще доверяться людям, которые плохо исполняют свою работу. Как-то я проколола колесо и заехала на авторынок, вот, чтобы, естественно, его поменять. Вот, заехала, там есть такой павильон, большая-большая разверстка, сейчас висит желтая, для всех говорю, разверстка «Континенталь». И поменяли мне, в общем, колеса, в оконцовке поменяли на 18 тысяч ущерба, замяли мне пороги, вот. В оконцовке оказалось, что там работают абсолютно, как вам сказать, неквалифицированные молодые люди. И молодой человек, который занимается этим видом деятельности, у него даже, как он мне сказал, что у него даже нет ни лицензии, ничего, того, что он находится на субаренде, и с него взятки-гладки. Хотя все признались, что вот это вот они совершили, вот эту красоту, вот. Платить мне, естественно, никто ничего не хочет. Вот, и я хочу вам прямо сказать, чтобы все знали, что вот есть такой частный предприниматель, вот, сейчас скажу, как его фамилия. Сейчас, минуточку. Железнов Сергей, по-моему. Вот, и есть такой молодой человек, который у него работал, Рындин, вот, который этим делом и занялись. Вот, всем хочу сказать, пожалуйста, не попадают такие истории, как я, обращайтесь в большие известные фирмы за колесами и за шиномонтажом. Тема нашего сегодняшнего разговора, сущная и больная, скажем так. За сколько можно помыть автомобиль? Прямо в сердце нож воткнули. Мы помыли автомобиль буквально неделю назад на 24 тысячи рублей русских. Три раза переспрашивал у ребят, смогут ли они правильно помыть машину. И мы уверили, что мы моем только правильно. Ну, мы ее на руках практически привезли в бокс, и когда стали ее заводить, у нас погорела одна запчасть, которая стоит очень дорого на эту сельку. И ждать ее полтора месяца из Японии. Потому что вот пока машина стоит, ездим на одной. Проблема Магнитогорска и квалифицированные кадры? Да я думаю, что не только Магнитогорск, такое в Москве можно встретиться. Просто не надо о себе слишком много думать. Надо реально смотреть на вещи. То есть, если человек, допустим, про себя скажет, если человек к нам приезжает, и мы что-то не сможем сделать, мы прямо говорим, мы не сможем сделать. Вот езжай туда-туда-то, нам там помогло. Вот, а ну, не надо просто прыгать выше головы своей. Ну, иначе просто некрасиво получается. Возместить нам это никто не возместит. То есть, мы сейчас полчаса, мы себя обвинив, что мы раз в полгода решили помыть двигатель. Вот и помыли нам 24 тысячи рублей. Ваш прыжок бокса Барсаж. Последний какой? У нас на подходе оборудование новое, очень интересное. Мы будем менять масло в коробках автоматах сразу, ну, единоразовое. То есть, не так, как у нас в России принято. Немножко отлил, немножко долил, так три раза, как у нас рекомендуют. Вот, вы попробуйте просто чай отливать, немножко дарить, доливать водички. У нас даже через пять раз, он не будет чисто белая вода, правильно? Так же и с маслом, все равно масло останется какая-то часть. У нас же это будет заниматься процедурой минут 30, масло меняется на 100%. То есть, это выигрыш и по времени, и по деньгам. И самое главное, по-моему, Игорь вам скажет спасибо. Автостоп никогда не претендовал на роль истины в последней и первой инстанции. Но мы вправе защищать этих самых униженных, оскорбленных действиями шиномонтажников и автомойщиков. Вы думаете, мы сами так не попадали? О, не то слово, как попадали. Взять хотя бы недавнюю мойку Sky, которая обошлась мне с плюсом 400 рублей, плюс кое-какой ремонт. Ага, Ford мне тоже так оригинально помыли. В очень качественной мойке взяли, опять все попереломали. Ну ладно, не в том суть вопроса. Что делать? Замечательный вопрос, заданный Чернышевским. Я бы посоветовал бить прямо в ухо. Посудят, не посудят, а моральное удовлетворение получите. Ну и, если что, можно все аргументировать состоянием аффекта. Прежде всего, хотелось бы сказать этим нерадивым, мягко говоря, шиномонтажерам, псевдо-малярам и сигналоустановщикам. Господа, побойтесь бога. А вам посоветовать найти настоящих профессионалов на каждый случай автомобильной жизни. И обращаться только к ним. Ну а если все-таки попали, вспоминайте фильм «Маска. Случай с глушителем».